Друзья мои, всем привет! Сегодня нахожусь возле недостроя. Думаю, что в Запорожье их немало. Но этот недострой находится по улице Седова, 4А, напротив клиники «Витоцентр». Эта коробка была выгнана с 1995 года по 1996, и в 1996 году стройка остановилась. Здесь должен был, я так понимаю, быть диагностический многопрофильный центр медицинский. Возможно, тогда еще от 7-й медсанчасти. Сейчас она же «Витоцентр». Итак, это 12-этажное здание недостроя с 1996 года, простояло до 2021 года. А уже в этом году Запорожский городской совет согласовал проект землеотвода данного участка в фирме, который называется «Комфорт-центр Запорожья». Возможно, на этом месте будет новый какой-то бизнес-центр с просто массой офисов, потому как здание очень большое. Но, как сказал один умный мой друг, это лучше, чем просто стоящее серое мрачное здание. И это факт. Поделюсь с вами то ли правдой, то ли былью. Но говорили, что когда строился этот дом, а вернее залаживался еще котлован под фундамент этого здания, делался фундамент. Рядом стоящий дом, он потерпел поражение. То есть, через какое-то время в доме начали появляться трещины, и его вот стянули такой арматурой. Видите, между этажами видно такие швеллера железные. Вот даже соединили швеллера между собой. Там, где стыки швеллера. А также, не знаю, насколько это правда, но также говорили, что даже квартиры между собой, внутри стен, стянуты также арматурой. Поврежден ли фундамент, подсоколю невозможно так уж наверняка определить. Но то, что фундамент подмазан, это видно. Но насколько фундамент там просел, не просел, непонятно. Но, конечно, ремонт не совсем, я так понимаю, качественный был сделан. Вот такой типа утеплитель был сделан. И штукатурка. Хотя сетка вроде бы и есть. Но почему-то это все так называемая шуба, которую накидали на сетку. Она все отходит и отваливается. Поэтому, надеюсь, хотелось бы верить, что когда построится это здание, то бонус выиграют и рядом стоящие дома, которые, если это правда, потерпели свое время от постройки этого здания, то, я думаю, может, им как-то сделают еще раз капитальный ремонт. Это, конечно, может быть смешно выглядеть, но, тем не менее, мне так хотелось бы. Видите, как бы дом считается, может быть, аварийным, я так думаю, должен так считаться. Но, тем не менее, люди живут. Сделали им ремонтик и люди живут. Вот такое. Мне бы хотелось, конечно, посмотреть в подъезде. Если есть трубы какие-то, которые, знаете, так проходят, то, возможно, это правда. Реставрация в нем была, но пока я не вижу ничего. Сейчас посмотрим. Но это трубы, я так понимаю, это отопление. Хотя, не знаю, ребят, может, это есть. А-а-а, вот-вот-вот, смотрите. Вот, видите. Вот эта арматура. Есть. Стяжка между собой. Как говорится, стянули дом и доли поперек. Ну, видите, почему-то не на каждом этаже это. Это, прикиньте, это же через квартиры это все идет на ту сторону. То есть, стянуты в доме все стороны стен. Такие на дела. Это наш дом профсоюзов. А к дому профсоюзов примыкает аварийный дом. В полном смысле этого слова. Смотрите. Смотрите. Видно, что цоколь укрепляли. Ну, а теперь по поводу фундамента. Есть большие проблемы. Там, видите, цоколь как фундамента расходится. То есть, возможно, фундамент даже рвет. Ну, кто-то говорил, что вроде бы это не от этой стройки. А там в подвале когда-то образовалась вода. Из-за воды это все проседает. Не знаю, насколько это правда, но по дому видно, что здесь происходят какие-то проблемы. Потому как полностью цоколь видно, он неровный. Ребята, это крыша со стороны двора. Вот где подъезды этого же дома. На той стороне крыша ушла. А здесь отошла. Видите, от здания профсоюзов. Поэтому явно, что в этом месте фундамент просел. Это мы его стягивали. Это дом, как говорится, вдоль и в поперек. Я хотел бы, конечно, чтобы комфорт-центр Запорожья помог жильцам этого дома немножко вздохнуть. И почувствовать себя в безопасности. С новым строящимся зданием. Все, ребята, пишите свои мнения, комментарии. Всем желаю хорошего настроения. Как бы не печально все это выглядело. Но все же нужно надеяться на лучшее. Ну, если есть возможность пользоваться моментом. Спросить, стучать, бороться. Для того, чтобы выжить. Все, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok